Евгений Борисович Коган, и у меня к нему несколько вопросов. Евгений Борисович, почему вы сейчас в Дубае, и что вы думаете об арабском Дирхаме, о вложениях в недвижимость в Дубае? Почему я здесь, достаточно забавный. Дело в том, что, ну, вы знаете, я инвестбанкир, всю жизнь занимался инвестиционным бизнесом, причем в основном на открытых рынках. В какой-то момент ко мне пришли ребята, партнеры, а я же еще и бизнесмен. Моя задача – организовывать бизнесы, вкладывать, так сказать, что-то интересное придумывать. И вот пришли ко мне ребята, партнеры, и сказали, слушай, может быть, очень интересное направление, давай вместе поработаем. Давайте. И нам удалось создать за короткий период времени несколько компаний, которые занимаются и видами нажительства, и созданием компаний в Эмиратах, и так далее, и тому подобное. С одной стороны, с другой стороны – недвижкой, то есть брокерскую компанию, которая выискивает интересные проекты и, соответственно, продает их людям. Ну и, наконец, девелоперскую компанию. Сейчас будем думать еще о каких-то вещах. То есть, смотрите, моя задача – идти за бизнесом, находить ниши, в них работать и находить возможности, чтобы мои клиенты зарабатывали. Могу сказать одно. Вот, например, у меня есть клиент, он достаточно успешно инвестирует в самом месте на фондовом рынке. Уже вошел в несколько объектов недвижимости, часть из них продал с хорошей прибылью. То есть, работает здесь. Рынок здесь интересный. И не только потому, что россияне покупают. Здесь россияне традиционно были где-то на четвертом, на шестом, на седьмом месте. В основном это были индийцы богатые, а Индия богатеет на глазах. Да, я сам оттуда прилетел. Ну вот, Индия богатеет, мы это видим. И индийцы считают для себя, ну, как бы шиком, а давайте купим какую-нибудь там виллу на островах в Дубае. И этих богатеющих индийцев, как в свое время богатеющих китайцев, которые стояли в очередях Луи Виттона, их же масса. Так что я думаю, что это огромный потенциал. Покупают европейцы, которых, ну, скажем так, достали налоги в Европе. Покупают американцы. Я каждый день слышу вот разную речь, испаноязыч, итальяноязыч, ну, какой угодно. Значит, кто еще покупает? Сами арабы очень активны в этом рынке. Покупают сейчас активно россияне, да. Украинцы покупают. Я вижу очень много богатых ребят с Украины, которые тоже покупают здесь. Так что и Восточная Европа, и Западная Европа, и арабский мир. А сколько здесь людей из Пакистана? Да, возможно, что большинство из них это обслуга. Ну, есть и богатые люди тоже. Ой, знаете, Вавилон. Вот реально Вавилон, это так. Вот, а что касается Дирхама. Смотрите, вот Дирхам привязан к американскому доллару. Но инфляция в Эмиратах ниже 3%. Инфляция в долларах еще недавно была 8-7%. Понимаете, то есть, а валюта привязана. Что это означает? Что будут расти активы в этой валюте. И они действительно потихонечку растут. Я не скажу, что безумный идет рост. И многие, когда рассказывают про историю, вот мы купили, там, не знаю, в два раза дороже продали. Нет, ребят, в среднем рост очень стабильный. Последнее время. Здесь бывают волны, рост вверх-вниз, там все бывает. Отрицательный рост бывает. Но, ну, разумеется. Но, знаете, прикол состоит в том, что экономика Эмиратов очень сильно развивается. Более того, сегодня в Эмиратах живет 10 миллионов человек. В основном это Дубай и Абудаби. Запланировано через, там, порядка 10 лет, что будет жить 15 миллионов. То есть, за относительно короткий срок 50%. Это прирост. Это население. А ведь прирост и за счет чего? Экспатов. Сегодня экспаты 87% от населения. Знаете, какое было население Эмиратов в 80-м году? Не знаю, но помню, что это были небольшие деревеньки. Это был миллион человек. Итак, миллион, 10 миллионов. Я не удивлюсь, если мы увидим лет через 15-20 миллионов. Почему? Понимаете, сюда устремляется капитал. Здесь создаются уникальные условия и налоговые, и инфраструктурные, и регуляторные, и по безопасности. Понимаете, бизнес хочет работать там, где ему комфортно, где его не ограбят, где к нему с уважением относятся, где стабильная налоговая система, где все понятно и просто. Вот в данном случае, ну да, действительно, шейхам удалось сотворить чудо. Они сделали такую вещь. И я признаю, что здесь много проблем и много подводных камней. Но, вы знаете, даже тот факт, что рынок, например, недвижимости здесь несбалансированный, это колоссальный потенциал. То есть, вот у меня товарищ, например, конкретно уже, я говорю, провел сделки. За счет чего? Он находит интересные объекты, находит какие-то варианты купить на 15-20%, там, 30% дешевле в рынке. И достаточно быстро там ремонт какой-то, там, другая мебель реализует это с очень неплохой прибылью. На этапе стройки можно находить, потом локейшены. Знаете, когда у тебя несбалансированный рынок, ты можешь найти вот кластер, в котором все очень дорого. Соседний кластер, который, казалось бы, тоже должен быть дорогим, или, по крайней мере, почти дорогим, он в два раза дешевле. То есть, прям рядом расположен? Да, совсем недалеко. Пожалуйста, у вас есть марина через дорогу, крытые, кстати, переходы красивые, кондиционируемые. У вас есть GLT, GLT дешевле, хоть это зеленый, очень красивый район. А есть стройки в GLT, которые вот по цене, ну, как минимум, в два раза дешевле марины. Вот сейчас на этапе стройки я взял, кстати. Вот, на мой взгляд, это безумно интересно. Виды на озера, на гульф-поля. Вот, мне кажется, это интересно. И я думаю, что вот такие арбитражи... Кстати, вы знаете, чтобы не думали, что это уникально, я вспоминаю ситуацию, когда вот Женевское озеро. Так вот, швейцарская часть где-то лет 15 назад была раза в полтора дороже, чем французская. Дисбаланс этот сгладился, и французская часть почти такая же дорогая, как швейцарская. Почему? Потому. Вот то же самое и здесь будет. Поэтому, когда ты имеешь опыт в международной недвижке, я входил в проекты и в Европе, и в России, и в Израиле, и в других странах, в Канаде. И, имея этот опыт, я вижу дисбалансы, и вот это самое интересное. Вот здесь можно работать. Пока рынок не сбалансируется, можно заработать сумасшедшие деньги. Это правда. Смотрите, вот все интересные объекты есть в телеграм-канале. Также подписывайтесь на телеграм-канал Евгения Борисовича. Там много интересных новостей из сферы инвестиций, недвижимости. Ну, больше все-таки про фондовый рынок. Говорите, говорите, говорите. Я, может быть, сам подпишусь. Спасибо ему за обратную связь. Был рад увидеть, познакомиться лично. И до встречи в следующих видео. До встречи, друзья. Всего самого доброго, удачных инвестиций. И, главное, никуда не спешите. Все хорошие вещи делаются спокойно, размеренно и никаких эмоциональных инвестиций. Только рациональные.